Здравствуйте, мои красивые! Сегодня вновь со мной мой маленький помощник, который предпочел мне спать, выполнить вместе с нами комплекс для расслабления грудиноключичной сосцевины. Это мышца, которую на мне легко просмотреть. Вот она вот здесь вот находится. Одно брюшко, второе брюшко. Она довольно большая, массивная, крупная мышца, которая страдает из-за, в первую очередь, неправильной осанки. Из-за того, что наше лицо постоянно направлено вниз, наша голова опущена вниз, и, соответственно, передняя поверхность шеи находится в таком достаточно сжатом напряженном состоянии. Сегодня мы будем ее расслаблять, эту мышцу. И эта мышца, в частности, влияет очень сильно на постозность, отечность, не то чтобы отечность, а именно постозность, поплывший овал лица и попадение брылек. Поэтому, если у вас есть брыли, то данное упражнение тоже для вас. Оно очень-очень важно. Это рамочное упражнение, без которого не имеет смысла работа, в принципе, с лицом дальнейшая. Вот. Если вы хотите более комплексно работать, например, со своим овалом, избавляться от брыльки, то я советую вам приобрести комплекс, мини-курс от брыли, ссылку на который я дам вам под этим видео. Поэтому обязательно посмотрите. Если у вас данная проблема есть, то не пожалейте данных денег, приобретите, и вы будете самостоятельно хотя бы минимально что-то выполнять, какие-то упражнения, которые сможете делать, совмещая их с обычной бытовой своей деятельностью. Меня зовут Орлова Даша, вы находитесь на моем канале, где я делюсь с вами секретами молодости, красоты и здоровья. И предлагаю не смотреть мои видео, а присоединяться к практике и выполнять упражнения вместе со мной. Что ж, начнем. Для того, чтобы расслабить грудинно-ключично-сосцевидные мышцы, еще раз покажу, вот здесь они находятся, под ними и над ними, здесь извивается, находится сонная артерия, поэтому с двумя сразу же работать нельзя. Вы пережмете себе сонную артерию и ищи, ищи, ищи потом, вот. Поэтому мы работаем отдельно с одной, отдельно с другой. И для того, чтобы начать вытягивать грудинно-ключично-сосцевидную, нам ее сначала нужно напрячь, поработать силовым образом. Что мы делаем? Вы встаньте, пожалуйста, кстати, да, мы работаем сегодня стоя, я прошу со всеми рамочными структурами работать стоя. Отстройтесь, стопы стоят параллельно друг другу, носочки смотрят вперед, между стопами можно поставить еще одну стопу, колени присогнуты, таз подкручен, в поясницу не уходите, чтобы не уходило напряжение. Плечевые суставы смотрят четко в стороны, здесь у меня красота от малыша, ну да ладно, я же мама. И вытягиваемся наверх через затылочные бугры, вот такая вот отстройка. Что ж, теперь делаем вдох, делаем выдох, на выдохе поворачиваем голову под 45 градусов, при этом плечо у нас остается на месте, под 45 градусов. Важно отметить, что взгляд ваш во время приема тоже будет направлен четко под 45 градусов, четко прямо, ни наверх, ни вниз, четко прямо. Противоположная рука, от этого плеча имеется в виду, встает над надбровной дугой. То есть у вас над бровью встает стульчик ладони, вот таким вот образом. И вы сейчас, у вас прямая голова, через затылочные бугры вытягиваетесь наверх, и не зажимайте челюсти, пожалуйста, челюсти внутри рта разжаты, зубы разжаты, губы сомкнуты. И вы начинаете давить 2 балла из 10, головой на руку, рука сопротивляется. Мы это делаем на вдохе и задержке дыхания. Вдох, задержка дыхания, стоим. Поехали, вдох. Давим. Два балла из 10. Если вы будете слишком сильно давить, вы будете напрягать большие поверхностные группы мышц, и правильная работа здесь, оказывается, делаться не будет. На задержке дыхания, кто сколько смог, постояли, выдох, отпускаем руку. Мы поработали с противоположной грудинно-ключично-сосцевидной. То есть, если мы работали на правую голову, поворачивали, то у нас левая грудинно-ключично-сосцевидная напрягалась. Соответственно, мы сейчас будем ее размягчать и растягивать. Что мы делаем? Вы начинаете ее выминать как тесто. Мягко-мягко. Если вы сожмете себе мышцу, она отреагирует спазмом, напряжением, и тут непонятно, зачем тогда мы работали. Поэтому мягко-мягко вы начинаете ее мять. Причем и это выступающее брюшко, и то, которое дальше находится. Посмотрите, где у меня пальцы стоят, они довольно далеко. Вот, таким вот образом. Не давите на щитовидную хрящную щитовидку, естественно. Ваминаете. Дышите. Акцент делайте на дыхании. Вдох. И теперь, внимание, вы захватываете мягко мышцу. Очень-очень мягко. Делайте вдох и на выдохе растягиваете ее буквально 2 миллиметра. Верхняя рука наверх, нижняя вниз. Вдох. Выдох. Голова тоже чуть-чуть нагибается, совсем чуть-чуть. Стоим. Не зажимайте мышцы, не давите на нее. Мягко-мягко растянули. Вдох. Вероятнее всего, почувствуете расслабление. И это отлично. Подчеркните, что почувствовали приятные ощущения. Тело запомнит, тело захочет повторить. Потому что, если на неприятных ощущениях будете концентрироваться во время работы, то тело не захочет повторять, и никакой мотивации у вас больше на занятия не будет. Вот. А мы себя мотивируем все-таки, да? Итак, хорошо. Встали, опять отстроились. Плечики четко в стороны. Плечики не сдвигаются. Вдох. На выдохе голову под 45 градусов направляем в сторону. Взгляд тоже четко в сторону. Мы смотрим прямо ни вверх, ни вниз. Поднимаем противоположную от этого плеча руку. Кладем стульчик ладони над бровью. Делаем вдох на задержке дыхания. Давим головой на руку, рукой на голову. Два балла из десяти. Челюсть разомкнут, и губы сомкнут. Стоим. Напрягается противоположная грудиноключечница сцевидная. На моей шее это хорошо видно, поэтому отсматривайте. Я остыник. У остыников легко найти грудиноключечницу сцевидную. У норм остыников, у людей более тучных будет сложнее найти. Вдох-выдох. Выходим из данной работы. И работаем, соответственно, сейчас с правой грудиноключечной сцевидной. Хорошо. Итак, мы начинаем выминать ее. Опять-таки, посмотрите, пальчики стоят далеко. Большой пальчик здесь тоже далеко. Начинаем мягко, как тесто, мять грудиноключечницу сцевидную. Если совсем не можете ее найти, если тяжело, то немножко наклоните вперед голову, она у вас появится. Вам с ней будет проще работать. Потому что в случае, если она слишком сильно напряжена, вы здесь ее можете вообще ощущать как кость или вообще не ощущать. То есть она настолько напряжена, что она прямо вот туда уходит. Поэтому если вы наклоните голову вперед немножечко, то вы ее лучше найдете. Но в случае меня, допустим, мне можно работать и таким образом. Мягко-мягко мнем. И дальше мы делаем вдох, захватываем мышцу. И с акцентом на выдохе, нижняя рука вниз, верхняя наверх, 2 мм буквально. Мягкое, приятное, легкое растяжение с ощущением тепла. Не давим, не рвем мышцы. Наслаждаемся. Чувствуем, как будто бы у вас какие-то узелочки развязываются выше. Голова тоже немного в наклоне находится. Вдох. Выдох. Хорошо. Что ж, я надеюсь, вы почувствовали себя значительно лучше. Если у вас во время приема пошло тепло по лицу, то это триггер того, точнее, это признак того, что вы сделали все правильно. Огромные молодцы. Что ж, у меня есть еще много приемов интересных. Для грудиноключительно-сосцевидной, для подтянутого овала, от брылик. Если это видео соберет много ваших комментариев, много лайков, то я буду делиться с вами упражнениями в данном направлении и вновь. Еще раз напоминаю, если вы хотите работать более комплексно, то приходите в абонемент. Вообще лучше приходите в абонемент. Кэспилатес абонемент открыт для вас. Пожалуйста. Но также у меня есть мини-предложения. Это небольшие упражнения, небольшие приемы, которые совершенно в бытовом плане, во время умывания и так далее, во время уборки, можно включать в свою деятельность и работать с лицом. Ссылка на покупку мини-курса от брылик под данным видео. Поэтому, если вам это актуально, то приобретайте. С вами была ваша Орлова Даша. Я буду делиться с вами новыми лайфхаками. Поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки данному видео. Пока!